Ладно, а зачем вам маркер? Чтобы оживить наши сквиши для сериала сквиш-кафе Папа кофе и кофе сын Малоконяш и сыроняш, они друзья О господи, злой хот-догер Пончик-братья, они всего боятся Привет, я Киса Алиса и ты на канале Мэджик Пэт А я Эйван А я Миша, лайк А я покемон Юмичу, подписывайся А я Софи, привет И в прошлый раз мы антистрессились со сквишами И нам пришла в голову идея сделать сквиши-меню для сквиши-кафе Да, покемон? Да, расскажи Короче, ребята, мы попросили Аню из нашей гигантской коробки с антистрессами Доставать сквиши и помучать их Мы достали кучу разных, две головы панды разрезали А еще у нас есть Малоконяш А еще кофе, лимон, бургеры Один мы случайно уничтожили И у нас осталась еще куча сквиш-еды Да, поэтому хватит болтать Давайте уже сочинять ваше сквиш-меню Погоди, Ань Сначала ставь Мэджик Вайк Если любишь антистресситься И пиши волшебные комментарии Потому что они, видишь, появляются в видео Да, и в вопросе голосуй Молодцы Так, пироженка А как же видео? Какое видео? Сейчас я его раздавлю, посмотрим, как он раскрывается Видео на канале Мэджик Сэмэли А, ты про второй хаус-тур, Юмичу? Да Ого, да, ролик, который вышел на нашем главном канале Где ты показывала темную часть дома Рассказывала, кто там живет К артеробной, ванной, в спальню и все такое Да, темная часть дома совсем не такая, как белая Она мистическая И там и правда кое-кто живет Но я думаю, что Мэджики либо уже смотрели это видео А если не смотрели, то теперь от вас они узнали, что оно вышло Но для тех, кто не видел, Ань Ты же оставишь ссылку в описании, как обычно Кофе надо разделить на два меню Хорошо, Софи Да, конечно, я оставлю ссылку Пироженку, у вас взрослое меню А, то есть вот эта голубая чашечка кофе Это взрослое меню А маленькое, это детское? Да, у нас будет взрослое и детское меню А вот этот пончик куда? Ань, а вторая часть хаус-тура получилась длинная? Ну, относительно длинная Но думаю, стоит захватить с собой вкусняшки Чаек усесса поудобнее и смотреть Потому что там очень много всего интересного Смотрите, кстати, этот розовый сквиш и пончик Еще и как брелок А еще он типа надкусанный А розовая гладкая часть у него не такая, как вторая сторона Она как глазурь с посыпкой Ну, сквишется он, в принципе, классно Ну, в смысле, сжимается У нас же есть еще пончик Да, голубенький Смотрите, они как два братца, если их вот так соединить Потому что он не откусанный У него тоже глазурь с посыпкой Тоже дырочка, он тоже как брелок И сжимается он хуже, чем розовый Намного хуже Видимо, он тоже из какого-то другого поролона Не совсем на сквиши похож Так, клади розовый во взрослое меню Вот сюда А голубенький в детское Как скажете, ваши странные идеи Почему-то странные, Ань, очень даже прикольная идея Мы сейчас вот сделаем сквиши меню А потом все съедим Юмичу, но сквиши несъедобные Тем более у нас еще куча сквиши не только в виде еды Ну тогда сквиши персонажи будут есть сквиши еду Можно мультик такой сделать Да уж, Юмичу, и кто будет этот мультик озвучивать? Ну, у тебя и фантазия, Юми Ну и что? Мы будем То есть мы будем озвучивать сквиши Ну, а что? Ой, поехали Эй, ребят, а молоконяш в детское меню? Или во взрослое? Конечно, в детское, сюда Тогда бургер нам Вот ваш бургер Отличненько Пока что у нас по 4 продукта А почему бургер не нам? Вообще, бургеры не детская еда Но может быть вам хот-дог? Только если он натуральный Это же сквиши, а не настоящий хот-дог Ну, давайте представим, что он натуральный Упс, я оторвала от брелка колечко А не рукожопик? Ну, извините Я вообще тут с вами какой-то фигней страдаю Вместо того, чтобы ролик на свой канал снимать Да, на твоем канале чуть давно роликов нет Короче, представим, что это не вредный для детей хот-дог, да? Сожму-ка его Он, кстати, очень удобный по размеру для сжимания в руке Ладно, давайте отдадим его в детское меню Эть Смотрите, как он медленно превращается в нормальный Так, ложи-ка его к нам Не ложи, Юмичу, а клади Сколько раз можно говорить? По-моему, вам скисались, а опять в школу пора Ой-ой-ой Так, ребята, у нас есть 3 разных мороженых Вот такое эскимо Кто-то тут, по-моему, уже его попробовал Не мы Нет, не мы Ага, конечно Это, кстати, тоже брелок Оно голубенькое, с посыпочкой И, в принципе, расправляется достаточно быстро И, кстати, это довольно большой сквиши В чье меню пойдет эскимо? У них есть малый коняш Поэтому эскимо к нам Отлично, как скажете? Вообще-то мороженое любят больше дети, чем взрослые Ну, у нас осталось еще тут два антистресс-рожка Они разные Один поменьше, другой побольше Этот рожок Софи в прошлый раз попробовала На нем тоже есть посыпка Он как бы двойной такой Сейчас посжимаем Сжимается он классно, очень мягкий А этот в красной вафельке в виде стаканчика У него розовое мороженое И разжимается он почему-то намного быстрее, чем этот Ну-ка, проверим, кто из сквиша мороженых медленнее всех разжимается По-моему, эскимо Эскимо к нам? А вот это красивое к нам! Хорошо, но это же два рожка, поэтому давайте их поделим Правильно, нельзя детям столько сладкого Вот вечно эти взрослые! Так, кроме живых сквишей, у нас осталось еще немного сквишей еды для вашего кафе Вот такая вот булочка И что-то типа печеньки или крекера А еще вот такой милый сыр Как будем делить? Крекер к нам давай Ладно Абутан? Да вам, вам, Юмичу В итоге у нас сейчас по шесть продуктов А кому достанется вот этот вот няшный сырок У которого есть глазки, ротик с язычком, ножки, на которых он может стоять Дырочки как бы, какие-то ручки что ли по бокам или ушки Очень милый кусочек сыра Сейчас проверим, как он сжимается Ну-ка Ать! Ой, очень быстро Ой, даже я бы сказала слишком быстро Но в любом случае это сквиши просто, наверное, из какого-то другого поролона Потому что когда этот сырок в руки берешь и сжимаешь прям сильно Он все равно очень быстро разжимается Даже не успеваешь заметить Можно хотя бы сыроняш к нам? Ладно, положи в детское меню Детям, наверное, сыр полезен? Тогда, чтобы поровну, лимон к вам А, лимон? Может, лимон тоже к нам? Нет уж, Юмичу У вас вон сыр есть У вас семя, у нас шесть Так что лимон к нам, все, решено И вообще дети не любят кислое А некоторые любят, да? Да, ну пусть у каждого будет в меню по семь блюд А теперь достаньте, а кто это будет жрать? Юмичу, ну зачем ты так говоришь? Ты же девочка Отстань, мам Ты же девочка, девочки не говорят жрать, кушать Ты же девочка, ты же девочка Опять усименяете мои права Че хочу, как хочу, так и говорю Так, хватит спорить Смотрите, у нас тут куча сквиши-персонажей И вот этот сквиши из другого материала Помните, у нас много таких, как будто силиконовых С ними в другой раз разберетесь А пока давайте делить этих сквиши-персонажей Для вашего сквиши-кафе Короче, мультика там, что вы там придумали себе, я не знаю Вот такой вот зайка У него такие глаза смешные Ну-ка, сожми-ка, него Так, сейчас, в принципе, он очень мягкий Медленно разжимается Прям очень классные сквиши И под руку по размеру подходит И у него розовые щечки И кажется, как будто он улыбается А еще есть ваш старый сквиш Вот такой вот розовый медвежонок Которого вы замучили когда-то Он очень прикольный Потому что, когда его сжимаешь Он как будто такой Расправляется, просыпается Очень классный Мне он очень нравится Правда, выглядит он уже так себе Грязненький какой-то И глаза у него уже нет Несчастный медвед Да, это мы с Алисой его мучили Еще тут есть какие-то странные желтые существа Вот этот, наверное, крабик У него тоже оторвалось колечко И брелок-смайлик Ну, это мне так кажется, что это смайлик Так, сейчас сожму И они расправляются примерно одинаково И единорог Точнее, голова единорога Это очень большой сквиши Очень классного сиреневого цвета У него такая милая мордашка И его тоже очень классно сжимать Он прикольно расправляется И у него такая грива есть Глазки И главное, это рожки с ушками Очень прикольный сквиши Смотрите, как делает Раз, и мятая лошадь превращается В большого толстенького единорожика Ань, да мы поняли уже Давай делить Ну, просто это так антистрессно Чур единорога в детское кафе отправим Пожалуйста Все равно взрослые не верят в единорогов А может быть и верят Юмичу С чего это ты взяла? Но логичнее, если единорог будет в детском кафе Ну ладно Окей, значит единорожек идет в кафе для детей Розовый медвед, он уже взрослый Пойдет во взрослое кафе Зайка тоже во взрослое кафе Крабик солнышко в детское А вот этого куда? А давай его разрежем Он же все равно уже очень старый Как скажете Делаю все, что вы пожелаете А то еще поругаетесь В чье кафе должен пойти лишний персонаж Вы же хотите, чтобы у вас все поровну было Смотрите, он внутри выглядит как булочка Как будто белый хлеб, да? Ну что, разделить его между вами Или выбросить? Все-таки сквиши не так интересно резать, как другие антистрессы Они внутри одинаковые Отправляйся, старичок, на сквиши кладбище То у вас кладбище слаймов То у вас сквиши кладбище А теперь Аня, иди за маркером Ладно, а зачем вам маркер? Чтобы оживить наши сквиши для сериала сквиш-кафе Бери кофе и рисуй ему рожу Да уж, с моим умением рисовать Из меня такой же художник, как из вас кошки Ну, ладно, надеюсь, вы на меня не обидитесь И что, Юми, что ты там придумала? Что дальше-то? Дальше у нас, типа, будет сквиши сериал С разными сквиши персонажами? Да, будет папа кофе и кофе сын Малаконяш и сыроняш Они друзья Единорог, зайка глюк, пингемиш Крабушка, мистер бургер И мисс Кексик Печенько и его печи дочь О, господи Да уж Откуда ты это берешь? Миссис Лимончелло, злой хот-догер Пончик-братья Они всего боятся Красотки, мороженки, Кики Айс И Лили Айс И злой Айс Джо Все они соберутся в сквиш-кафе И у них начнутся сумасшедшие сквиш-приключения Ань, вот скажи, откуда она это все берет? Наверное, из своей покемоновской головы Сумасшедшая фантазия Да уж А мы теперь, типа, должны все это озвучивать? Жесть Ну, или Аня, да? Эээ, я пошла Ладно, решим в другой раз А вы пишите свои идеи в комментарии Голосуйте в вопросе И ставьте лайк на это видео И-и-и, идите смотрите новые видео на канале Magic Family Ой, точно, забыли сказать Иди давай смотри ролик на Magic Family Хаус-тур В темной части дома Кто там живет и все такое Увидимся